Нелидовским межрайным следственным отделом регионального СК возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса «Оставление в опасности». По версии следствия, 1 марта женщина, находясь по месту жительства в поселке городского типа Оленина, без медицинской помощи родила живого ребенка женского пола. Затем она завернула новорожденную в пеленку и одеяло, после чего передала мужчине, который уложил ее в корзину из полимерного материала и выехал вместе с ребенком на автомобиле в город Белый. В подъезде одного из домов города Белый мужчина оставил корзинку с девочкой на полу лестничной площадки, после чего с места скрылся. Малышку обнаружили жильцы дома и вызвали скорую помощь. Девочку доставили в больницу. Следователям следственного комитета выясняются все причины и условия произошедшего. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, ход и результаты уголовного дела, возбужденного по данному факту по ст. 125 УК РФ, находится на контроле прокуратуры. Следствием Тверского линейного отдела МВД России на транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего неоднократно судимого мужчины, обвиняемого в краже. В ходе следствия установлено, что безработный 43-летний местный житель заранее присмотрел помещение мастерской грузовой контейнерной площадки, где, по его предположению, могли храниться материальные ценности. Злоумышленник разбил окно, отогнул металлическую решетку и проник в мастерскую, откуда похитил удлинитель, сварочный аппарат, болторез, болгарку, два матка медной проволоки. Трофеи он отнес на свой участок, а на следующий день вернулся с непосвященным в детали приятелем, чтобы вывезти из мастерской три рохли. Все похищенное мужчина разобрал, распилил и вывез в пункт приема металла. Своими действиями мужчина причинил материальный ущерб железнодорожной организации на сумму свыше 35 тысяч рублей. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. 4 марта в Тверском областном суде состоялось совещание судей судов Тверской области по итогам работы за 2023 год и задачам, стоящим перед судейским сообществом региона на год 2024. В работе совещания приняли участие судьи Тверского областного суда, председатели и заместители председателей районных, межрайонных городских судов Верхней Волжье, руководители правоохранительных органов, представители исполнительной и законодательной ветвей власти региона. Приветственный адрес губернатора Тверской области Игоря Рудыни огласил заместитель председателя правительства Тверской области Сергей Лежников. По словам председателя Тверского областного суда Михаила Золина, одна из приоритетных и важнейших тенденций судебной практики – защита прав военнослужащих, добровольцев, мобилизованных в зону СВО жителей Тверской области и членов их семей. Еще один важный приоритет – судебная защита избирательных прав граждан, судебное обеспечение законности и правопорядка в период предвыборной кампании кандидатов в президенты Российской Федерации и в дни голосования. Среди текущих задач судебной практики региона – защита прав детей, семьи, сохранение традиционных семейных ценностей. Михаил Золин обратил внимание на необходимость повышения качества предварительного расследования и усиление процессуального контроля со стороны руководства правоохранительных органов. В этом году переходящая статуя богини правосудия Фемиды и звание лучшего суда 2023 года достались Торжокскому межрайонному суду, второе место – у Заволжского районного суда, третье решено не присуждать. Среди малосоставных судов первое место третий год подряд занимает Старицкий районный суд. По итогам работы за 2023 год премии имени заслуженного юриста Российской Федерации Николая Мальцева присуждена судье Тверского областного суда Татьяне Васильевне Парфеновой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова